Час седьмой. Трагедия начинается с комедии. Работа чуть было не сорвалась в самом начале. Крикун сблизился с одним парнем. Тот сам начал рассказывать такое, что Крикун себя почувствовал новичком. Те немногие факты, которые лично ему были известны и казались ужасными, и знание которых казалось сокровенной тайной, были невинными пустяками в сравнении с тем, о чем говорил новый приятель. Скоро к ним присоединился еще один. Этот вообще считал хозяина своим личным врагом. Не пойму, в чем дело, говорил он. Жили мы неплохо. Все твердили мне, что хозяин – гений и великий гуманист. Отец, друг. А вот ненавижу я его и всю его банду. И не верю ни единому их слову. Ты поосторожней с ним, говорил Крикуну первый парень о втором. Что-то мне в нем не нравится. Прошло несколько дней, и Крикуна вызвали в особый отдел. По первым же вопросам он понял, что кто-то из этих двоих донес. Кто? Надо было решать мгновенно. И он решил – первый. Лишь потом, много лет спустя, он восстановил логику своего решения. Дело не в знании обличающих фактов и в умении произносить критические оценки, а в общем нравственном состоянии личности. Потом он много раз наблюдал, что самые страшные антиебанские разговоры велись в среде сотрудников органов, стукачей и вообще лиц, находящихся под крылышком власти. А уж фактов-то своего беззакония сами органы столько насобирали при подготовке доклада, прочитанного потом хряком, что собственные сведения Крикуна было даже стыдно обнаруживать. Они были ничтожны. Надо было также мгновенно найти выход из положения. Если растеряюсь, начнут копать. И раскопают. И тогда конец. И он пошел ва-банк. «Ваш осведомитель», – сказал он, назвав первого парня, – «работает плохо. Я давно хотел вам сказать об этом, но не имел права». «А откуда тебе известно, что он осведомитель?» – спросил особняк. «Это элементарно», – сказал Крикун. «Я же окончил специальную школу. Я вам говорю об этом только из-за исключительности ситуации. У меня особое задание». Особняк даже вытянулся, услышав про особое задание. Для Крикуна наступило золотое время, и он отвел душу. Его даже перестали назначать в наряды, и он попросил, чтобы этого не делали, ибо это демаскирует его. Если бы до высокого начальства дошло, о чем говорили между собой рядовые части, весь командный состав части расстреляли бы без суда и следствия. Особенно усердствовал первый парень, стукач. «А что сделаешь?» – говорил он Крикуну. «Засекли меня как-то за разговорчиками. Вызвали. Или, говорят, будь осведомителем. Или засадим. Я согласился, конечно. Я им еще наработают, дай бог». Скоро в полк пришла разнарядка в школу младших командиров для органов. Послали в нее второго приятеля Крикуна. Первый ругался последними словами. «Обещали, сволочи! А выбрали этого чистенького! Ясно, у него же папа сам из этой системы!» Крикун был сначала ошарашен произошедшим, но обдумав его, долго хохотал. До слез. «К черту театр!» – сказал он себе. «Все гораздо проще, чем ты думал. Жить в грязи и не испачкаться – это невозможно». Когда в полк пришла разнарядка направить несколько человек в авиационную школу, Крикун сказал особняку, что должен быть в их числе, ибо разнарядка прислана специально для этого. Стукач плакал, когда они расставались и просил писать. Больше они не встретились.